Пирог нужно готовить должное количество времени, и температура в духовке тоже должна быть соответствующая, иначе он получится уже не таким. Вот смотрите, чтобы приготовить добротный южный плов, ну как южный, индийский скажем. А то если взять как в Бангладеше готовят плов, то это ж просто каша. Берут рис, берут мясо, все это перемешивают и готово. А я говорю не о каше, а о настоящем плове, который в Индии готовят. Несколько часов его надо готовить. Если попытаетесь сделать его быстрее, вкус его не будет таким, каким должен быть. В Коране свой механизм. Если вы этот механизм правильно будете использовать, так, как Аллах велел, вы увидите результаты. Чтобы укреплялась вера, Коран нужно читать с определенной скоростью, размеренно. Об этом Аллах и говорит. Вот, к примеру, все слышали арабских чтецов Корана. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи у салям, сказал нам, когда читаете Коран, читайте с той мелодией, с которой его читают арабы. И когда вы на каком-то сайте в интернете или на диске включаете запись чтения Корана, скажите, вот когда вы поставили диск и чтец Корана читает. Вы лучше купите вот такой диск или вы купите запись бенгальца, где-нибудь в Силхетской деревне. Запись Корана с коллективного намаза Таравих. Вдруг тянуть начинает. Словно лошади, которых он гнал. Вдруг взлетели. Его чтение тебе как бы рисует картину. Какой диск вы купите? Вот почему вам больше нравится чтец, который читает размеренно, красиво? Почему именно его вы слушаете в своей машине? Я вот не понимаю, да, каждый раз Рамадан наступает, и ленивые начинают искать мечети, в которых самый короткий Таравих. Находят такую мечеть, где Коран читают всего минут где-то 45. Всего 45! Но они никогда не слушают этого чтеца у себя в машине. Так или нет, вы когда-нибудь слышали? Чтоб кто-то поставил диск с записью. Как местный имам читает Коран быстро-быстро. И ты такой слушаешь в машине. На скорости 120 такое в самый раз слушать. Как на мотоцикле. Если вы слушаете, как медленно Коран читают, это успокаивает вас, да или нет? Так ведь? Это успокаивает вас, знаете почему? Это тортиль. Размеренное чтение, о котором Аллах в Коране говорит. Аллах сказал сподвижникам пророка. Когда ночью встаете Коран читать в намазе, читайте размеренно, мелодично. Когда читаете так, абсолютно наедине, без людей. В темноте. В темноте. Но если хотите при свете, ночью, когда читаете намастахаджуд, из-за того, что боитесь темноты и джиннов, то, конечно, читайте при свете. А то я не хочу, чтобы вы наутро умерли с остроху. Но если ощутить истинное спокойствие, то читайте как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в темноте. Вот вы стоите в темноте, читаете Коран. Даже если вы знаете только 10 последних сур Корана, коротких. Стоите перед Аллахом и читаете размеренно. И знаете, что надо сделать? Отрезать себя от двух вещей. Это можно сделать прямо сейчас. В любой момент, когда хотите. Как только вы себя от этих двух вещей отрежете, и останетесь только наедине со Всевышним Аллахом, вы почувствуете, даже без чтения Корана, одна только мысль об этом заставит вас дышать по-другому. Я гарантирую, я это советовал сотням, тысячам людей по всей стране. Если вы это сделаете, почувствуете, что это что-то иное. От чего отрезать себя? Отрежьте себя от прошлого, и отрежьте себя от будущего. От прошлого и будущего. Отключитесь от этого. У вас нет прошлого. И у вас нет будущего. И в этом состоянии поминайте Аллаха. И когда стоите перед Всевышним Аллахом, когда вы стоите перед Ним, медленно, читайте с любой мелодией, какой захотите. Только вы и Всевышний Аллах, и всё. Прибегаю к Аллаху от дьявола. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В ночи, при выключенном свете, в одиночестве, только вы и Аллах. Будущего нет. И прошлого тоже. Даже если вы не знаете перевода слов, потом выучите, конечно. Советую вам выучить перевод. Но даже если не знаете перевода, попробуйте ночью. Гарантирую вам, вам не захочется выходить из земного поклона. Даже если вы не знаете много сур, гарантирую, вы каждую ночь захотите читать суры, которые знаете. Сподвижники пророка соревновались между собой. Кто выучит новые аяты, чтобы прочитать перед Аллахом. Вот она, любовь. А то мой Аллах слушает одни и те же суры, снова и снова. Я хочу ему прочитать новую суру. Причист великий Аллах. Делайте вот так. Делайте. Делая так ночью, вы укрепляете свою связь с Аллахом. Это второе. Первое было получение знаний. Продолжение следует...